Министр промышленности и торговли Вся та денежно-кредитная политика, которая сегодня проводится, а она называется умеренно жесткая, привела к тому, что промышленность из стагнации вылезать не собирается, а, наверное, будет только усугубляться положение. Потому что в прошлом году рост промышленного производства составил всего 1%, в этом году обещают 1,7%, это меньше уровня математической погрешности. Инфляцию сбили вроде бы до 3%, но жизненный уровень упал за 3 года на 11%, а за 8 лет на 46%. Вот таковы неутешительные итоги той денежно-кредитной политики, которую проводит наше государство вместе с Центральным банком. Надо сказать, что вот сейчас внесли новый бюджет 2019 года, в отношении промышленности там довольно неутешительные цифры. Около 300 миллиардов выделяется на промышленность, из них 250 миллиардов выделяется на автопром, а еще 50 миллиардов это на все остальное. Эти 50 миллиардов, конечно, никакой погоды не сделают. Те обещания, которые были нашим правительством сформулированы в рамках майских указов президента, в общем-то оказались блефом. Вот сегодня поднят шум о том, что выделяется 13 триллионов рублей на 13 государственных национальных проектов, которые будут осуществляться в рамках майских указов. На самом деле никаких 13 триллионов нет и никаких 13 национальных проектов тоже нет. Если вы заглянете в бюджет, бюджет увеличивается по сравнению с текущим годом всего-навсего на 1 триллион 400 миллиардов. 13 триллионов сверх того, что всегда было, нет и в помине. В национальные проекты добавляется всего 1 триллион 700 миллиардов рублей и не более того. То есть произведена такая манипуляция вроде бы тактической хитрости. Те статьи бюджетной классификации, 13 статей переименованы в национальные проекты и те средства, которые всегда выделялись им, выделяются и сейчас, но только под видом национальных проектов. На самом деле никакой прибавки бюджет не получит. Мало того, из бюджета удаляются 4 триллиона рублей, а может быть будет и 5 по бюджетному правилу, и все это запихивается в фонд национального благосостояния. Еще придумали на 2019 год профицит бюджета, который будет составлять в 2019 году 2 триллиона, а в последующие годы по 1 триллиону. Таким образом идет откачка денег из бюджета, фонд национального благосостояния, который распухнет за 3 года до 14 триллионов рублей. То есть целый годовой бюджет будет изъят из бюджета и заправлен в этот фонд национального благосостояния, который, кстати, хотят использовать на инвестиционные проекты за рубежом, не в России. Поэтому довольно любопытная ситуация. В России экономика загибается, правительство кричит, что нужны иностранные инвестиции, а сами 14 триллионов собираются направить в качестве иностранных инвестиций на Запад. Но это бы все ничего, если бы ни одно странное обстоятельство. Дело в том, что в бюджете денег не хватает, из-за того, что вот эта вот откачка фонд национального благосостояния, ну, она не дает развиваться в социальной сфере. Тогда правительство решило занимать на Западе и будет занимать 15 триллионов рублей. А какой тогда смысл? 14 отдать туда, а 15 забрать оттуда. Только туда мы отдаем под 1% годовых, а оттуда забираем под 7% годовых. В чем же фишка-то? В результате мы не способны на сегодняшний день создать такую бюджетную систему, которая бы способствовала развитию экономики и, в частности, промышленности. Вот этот вопрос мы сегодня и будем разбирать на правительственном часе, когда придет к нам министр промышленности и торговли Мантуров. Спасибо. Сегодня повестки дня и рассмотрение законопроекта, который обеспечивает или устанавливает льготы лицам предпенсионного возраста по имуществу физических лиц и по земельному налогу. Хотел бы дать пояснение следующего порядка. Несколько лет тому назад, вы, как все помните, страна наша перешла на кадастровую оценку земель. И стоимость, цена земельного налога, она существенно выросла. И более того, кадастровая оценка, вы знаете, сегодня во многих регионах 40% примерно от настоящей стоимости, только если уплачивается где-то 60%. Мы даже вынуждены были принять, изменить график, чтобы сразу высокие ставки не росли бы, чтобы перенести это где-то на 4 года после достижения кадастровой стоимости 60% от полной стоимости, переходит уже на ежегодное увеличение ставки не на 20%, а на 10%. Но законодательство было написано таким образом, что это все дается лицам пенсионного возраста. А пенсионный возраст на конец текущего 2018 года установлен, как вы знаете, соответствующим законом, но в целом это в общем порядке 65 лет для мужчин и 55 лет для женщин. А так как сегодня уже принят законопроект, закон стал уже действовать с 1 января, о повышении пенсионного возраста на 5 лет, соответственно, эти лица предпенсионного возраста, которые начиная с 2019 года не будут выходить на пенсии, они будут вынуждены платить эти все налоги, раз это касается только пенсионных лиц. Поэтому сегодня Голикова придет, Татьяна Алексеевна доложит законопроект и предлагается продлить лицам предпенсионного возраста, который достигает 60 лет мужчины и 55 лет женщины на те же самые ставки, которые были для пенсионеров. То есть они не будут уплачивать налог земельный из общей площади земли 6 соток, 600 квадратных метров. Таким образом, у кого участки меньше 6 соток, они совсем будут освобождены по этому федеральному закону от налогов. У кого это больше, допустим, 10 соток, то 6 соток из налоговой базы вычитывается, они будут платить только за 4. Конечно, наша фракция, безусловно, при всем таком отношении к пенсионной реформе, вы наше настроение и наше решение знаете, мы поддерживаем, потому что граждан нужно поддерживать. Цены будут расти и налоги будут увеличиваться, поэтому мы считаем, что это в какой-то мере компенсирует и удержит в какой-то мере жизненный уровень предпенсионного области. Следующее направление – это налог на имущество физических лиц. Во многих регионах, ну давайте я дам пояснение, и земельные налоги, и налог на имущество физических лиц, они относятся к местным налогам. И местное муниципальное образование, законодательное собрание депутатские могут применять эти льготы, и во многих регионах такие льготы именно от регионального местного уровня, они действуют. Но, тем не менее, в ряде регионах это не действует, поэтому принято решение принять федеральный закон, который бы устанавливал, что если у конкретного физического лица предпенсионного возраста есть квартира, есть живой дом, есть хозяйственные постройки, то там есть нормативы, скажем, квартира совсем освобождается от наполненности, от уплаты налога. Если у него несколько квартир, то, безусловно, за первую квартиру он не будет платить, за следующую могут платить. Притом налоговый кодекс пишет и написано таким образом, что налоговая служба сама, в общем-то, определит и освободит лицо предпенсионного возраста от налога на большую стоимость. Понятно? Вот это самое главное, то, что мы сегодня будем рассмотреть. Но одновременно хотел бы коллегу Николаевичу поддержать. Повестка дня сегодня огромная, там чуть ли не 70 вопросов. Рассмотрим мы в крайнем случае где-то, может быть, до 10 вопросов, ибо сегодняшние вопросы весьма сложные. Сначала, вот знаете, как у нас правительство работает и Центробанк. Правительство сейчас Мантуров придет и будет жаловаться на то, что кредитные проценты настолько высокие, промышленность поэтому не может должным образом развиваться. Центробанк придет и скажет, в нынешних условиях процентные ставки должны быть очень высокие, без этого у нас инфляция разовьется и будет дальше развиваться. Поэтому вот сегодня постараемся, безусловно, раз эти повестки дня совмещены, как бы обсудить и ставить эти вопросы. Насколько, собственно, фракции будет возможным. Ну а в целом бюджет, который представлен сейчас, он сопровождается с бюджетами и пенсионного фонда, и обязательно медстрахования, соцстраха. И также там приложены 9 законопроектов, которые сопровождают, они или приостанавливают, или продолжают те самые нормы льготные, которые как раз нужны для принятия соответствующего бюджетного закона. Фракции КПРФ сейчас внимательно рассматривают эти все законопроекты в комитетах. И я скажу действительно право. У нас половина, по сути дела, доходной части, ну, может быть, чуть меньше, вывозится за границу. Таким образом, мы становимся, и уже стали, вот этот бюджет профицитный, тем более, и профицитные все деньги туда будут вывозиться. Мы стали такой экономической полуколонией, вот, мирового финансового капитала под управлением Международного валютного фонда. И в конечном итоге, каждый россиянин работает часть на себя, часть на страну, но и в большей части, может быть, и на международный капитал. Конечно, фракция с этим согласиться не может. Спасибо за внимание.